Всем привет, с вами Эд. Это Челлендж Эда, который теперь называется вот так. И хэштег тоже теперь больше не хэштег Челлендж Эда, а вот такой хэштег. Это я делаю для того, чтобы потом об этом подумать. Мне нужно срочно убегать из студии, и я записываю это видео, чтобы было еще комфортно и удобно. В общем, карантин. Жуть. Все сидят по домам, нужно чем-то руки свои занимать. Я решил возобновить не только прямые эфиры, первый придет сегодня. Я решил возобновить Челлендж Эда, и у меня уже готовится еще кое-что, ладно, чуть позже об этом скажу. Это, по-моему, пятое задание. То есть четыре мы в прошлом году сделали, начинаем в этом году с апреля. Так получилось. И это будет пятое задание. Если вдруг вы решите по предыдущим челленджам из тех, которые мы уже снимали, пофоткать, это абсолютно реально, даже из дома главное мыслить широко, то по вот этому хэштегу вы можете выкладывать свои фотографии в Инстаграм. Я с удовольствием на них тоже посмотрю и как-то их зарепощу или отмечу, если что-то прикольное там будет. Не забывайте, что челлендж... Главная фишка челленджа в том, чтобы развить вашу креативность, либо просто позволить вам потренироваться в техническом, например, исполнении ваших фотографий. Сегодня я понимаю наши реалии, нужно что-то снимать, что можно дома сделать, что у всех есть под рукой, но при этом оставить какую-то креативную свободу, чтобы вы могли все что угодно придумать. Я предлагаю такую тему, как бутерброд. Снимайте бутерброд. Как хотите, какой хотите. Кто-то с колбаской, кто-то с сыриком, кто-то там лосось, авокадо, все что угодно вертит на это дело. Как у нас меняется немножко механика? Я не буду снимать, как я снимаю, я буду постить фотки. Если я что-то сниму для этого челленджа, я запощу фотку у себя в аккаунте. Челлендж больше рассчитан на то, что снимать будете вы, потому что я снимаю, как я снимаю, я вам и так показываю, мои фотки вы и так видите. Мне важно, чтобы вы, сидя дома, имели какой-то энтузиазм и по челленджу что-нибудь бы делали. Соответственно, я буду выпускать такое видео, в котором я даю задания и примерно оговариваю какие-то условия. А потом я сделаю видео-подборку лучших работ и про них что-нибудь расскажу, как круто вот это или вот это или вот это. Не будет негатива, не будет какого-то подробного разбора, не буду разбирать все фотографии, сразу говорю, это очень-очень сложно. Я обязательно их все посмотрю по хэштегу вот этому. И буду классно еще репостить, то есть собирать подборки еще и в Инстаграме. Так что, ну вот такой какой-то обмен, не знаю, какая-то активность. Я постараюсь поговорить с людьми вообще, кто меня смотрит как компания или спонсоры условно, кто может там предоставить и реквизит, и технику, и все что угодно в качестве призов для победителя или кто захочет выбрать понравившуюся работу и отправить какой-то приз, пожалуйста, со мной связывайтесь, это прекрасно. Я сейчас не располагаю возможностью просто так за челлендж бюджет собрать для того, чтобы дарить победителю. Это какая-то другая должна быть механика, потому что, ну, из своего кармана я не могу себе позволить. Буду очень рад, если вы поддержите эту движуху. Сделаю об этом пост, вы можете им поделиться, либо этим видео можете поделиться, если думаете, что кому-то из ваших друзей, подписчиков может быть это интересно. Можете конкретному человеку отправить, кто хочет развиваться в футфотографии и в тусовке как-то общаться. Так что смотрите, бутерброд, это может быть и бутерброд, и смориброд, и на чаобате, и на цельнозерновом, и вообще все что угодно. Креативить как можно? Давайте в двух словах скажу, все равно. Мне многие говорят, что я не должен вам показывать примеры, как снимать, потому что вы так и снимете тогда. И при этом я не должен показывать примеры, которые я нашел, и показывать, как можно снимать. Потому что тогда, если у вас изначально при просмотре этого видео родилась такая идея, а я потом ее покажу, то у вас автоматический блок на эту идею, потому что типа как будто я ее вам показал. Я так делать не хочу, я знаю, что есть такая техника у некоторых преподавателей, они визуально никогда не показывают то, о чем говорят, чтобы у человека, который смотрит и слушает, у него свое воображение включалось, и он рисовал свою картинку, и ее и показывал потом на всеобщее обозрение. Мне кажется, это крутая идея. Давайте попробуем. То есть я понимаю, что это выглядит, как будто я просто сказал, снимаем бутерброд. Ну это примерно так и есть. Так что давайте снимаем бутерброд. Я буду самые лучшие бутерброды показывать везде, где только могу. Сам тоже постараюсь снять, хотя у меня сейчас много всего происходит. Вот. Я думаю, что у многих сейчас много всего происходит, но поймите и меня. Например, я один пример дам. Например, можно поснимать бутерброд паттерном. А почему я про паттерн вспомнил? то потому что я сегодня записал теоретическую часть своего курса интенсива по съемке паттернов. Завтра, если штрафы еще не введут за нарушение комендантского часа, я приеду снимать практику. Если нет, то практику придется снимать или в гараже, или дома, не дай бог. И в ближайшее время я уже буду выкатывать этот мини-курс. Что хочу сказать? Там будет, скорее всего, какая-то градация по стоимости. Можно будет просто получить доступ к информации. Можно будет получить доступ к информации и проверке домашки. И получить доступ к информации, проверку домашки, какую-нибудь консультацию, что-то еще. В общем, и скидки на следующие продукты. Какую-то систему лояльности я хочу придумать, потому что, как вы понимаете, есть много у меня подписчиков, которые работают на работе, и сейчас у них идет зарплата, и они там работают удаленно, и все такое. А есть чуваки, как я, об этом будет у нас отдельное видео, которые, собственно, на фрилансе всю жизнь работали, и сейчас работы, соответственно, нет. На съемку поехать невозможно. Буквально в ближайшие дни введут штрафы большие за нарушение этой всей фигни. Так что вот, я ноги в руки и начал записывать курсы. Надеюсь, вы меня в этом поддержите. Все, спасибо всем за просмотр. В первую очередь, это у нас видео было про челлендж Эда, который теперь называется вот так. Хэштег у нас будет вот такой. Снимаем мы бутерброды. Если будете снимать бутерброды с помощью паттернов, будет прикольно. Если нет, то любые вообще ваши идеи. Всем спасибо за просмотр. Не болейте, мойте руки. Скоро все закончится. Зато скоро будет курс по паттернам. Всем пока.